здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 3 декабря воскресенье и за время моего двудневного отсутствия произошли важные события которые я хочу сегодня и доложить я занимался главным образом одним журналистским расследованием результатом результаты которого сегодня вам и доложу но сначала общих так сказать главных координатах которых мы сегодня живем самое главное безусловно будут самым главным событием будут дебаты и голосования в сенате по крайней мере в сенате конгресса сша по поводу помощи украине это вот все тот же пакет байдена на сто один миллиард долларов 61 из которых эта помощь украине белый дом работает на полную катушку и не только белый дом вообще все здравомыслящие политические аналитические круги в соединенных штатах вчера сегодня проходит важный симпозиум или форум по поводу вопросов национальной безопасности которые проводит рейгановский институт я о нем рассказал вам буквально предпоследнем видео он на прошлой неделе опубликовал результаты опроса общественного мнения которые показали что все предыдущие опросы которые публиковались до того они фактически не отражают реальность реальность такова такова что где-то два в два раза больше сторонников оказания помощи украине чем противников в то же время готовясь к предстоящим голосованиям в сенате сейчас идут заседания работа согласительной комиссии за закрытыми дверями которые принимают участие представители обеих партий которые утрясают окончательные параметры пакета по которому помощи по которым будет голосование опять-таки по отрыва с отрывистым отрывочным сведениям из закрытых дверей тех комнат где проходит заседание демократы идут на серьезные уступки по принципиальному вопросу о эмиграции но вы знаете что соединенные штаты это страна эмигрантов это это права человека права в том числе защиту жизни свободы невинных людей из других стран это так сказать в идеале каши есть исключение потому что там попадают разные люди мы все это понимаем но идея такова и демократы одной из главных платформ которых исторически являлась защита прав человека они не менее десяти лет отказывались идти на уступки республиканцам в этом вопросе а сейчас они идут хотя многие из них подчеркивают что на предстоящих в следующем году выборах это устойчиво уступчивость может им повредить то есть люди идут сознательно на некоторых случаях ухудшение их предвыборных позиций связи с миграцией это свидетельство о том что главная цель главная цель это принятие вот этого пакета который мы говорили то есть белый дом поставил на карту по-моему очень много и этот вопрос помощи украине должен стать один из центральных предвыборов президентской кампании которая будет в следующем году одна из интересных последних новостей о том что судья которая рассматривает уголовное дело против трампа по поводу того что он фактически спровоцировал мятеж в соединенных штатах захват конгресса он и вы вернее его адвокаты просили чтобы судя закрыл это дело поскольку якобы он обладает иммунитетом судья постановила что несмотря на то что он четыре года был не только президентом но главнокомандующим это никоим образом не создает не только ему вообще любому гражданину иммунитет от совершения тяжких уголовных преступлений то есть его будут за это судить тем временем на фронте на фронте продолжается все та же ситуация то есть фактически фронт замер ну там 10 метров туда 10 метров суда я так говорю метафор метафорически но тем не менее ситуация такова в этих условиях мордор пытается проводить боевые действия на регулярной основе на различных участках фронта и это преподносится как переход активности наступательных операциях российской федерации хотя этих наступных результатов этих наступательных операций никто так толком не видит то есть речь идет о том что вот эта стратегия эта пропаганда несколько раз постреляли потом протрубили что вот перешли в наступление и так далее и это имеет целью воздействия на агентуру и на полезных идиотов кремля в запад на западе для того чтобы значит распространить расширить идею о том что война зашла в тупик надо договариваться путин готов воевать сколько угодно и так далее то есть это надо иметь ввиду просто поэтому украинским вооруженным силам представителям по связи с общественностью нужно наверное то же самое делать и почаще и регулярнее потому что тут самое главное откуда чаще западный обыватель и политики слушать информацию или это от этого придурка каноненкова из москвы то ли это от представителей по средствам массовой информации вооруженных сил украины во вторых должно быть больше и и когда они выступают у них безусловно более аргументированная более толковая информация чем из кремля но надо почаще нельзя давать уступать так сказать инициативу вот этой информационной борьбе кремлю одновременно усилились атаки и псо на чисто украинскую гражданскую аудиторию но вот сегодня сегодня просыпаюсь с утра раскрываю мой смартфон проверяю последние проверяю почту сразу два моих хороших товарища из украины присылают один и тот же материал не сговариваясь который как потом выяснили сейчас он просто его разгоняет в россии на полную катушку и пошло уже в украину я думаю что для вот для украины это предусматривалось главным образом в чем чем смысл о чем речь сообщается что голландские политические деятели по фамилии уилдерс в нью-йорке в отеле for seasons выступил с речью о страшной угрозе которая представляет собой исламизм в западной европе ну там караул картина страшная безусловно караул все пропало еще чуть-чуть нас захватят зеленое знамя ислама будет развиваться над всей европой только соединенные штаты могут спасти и израиль потому что израиль это вот последний оплот там если возьмут падет израиль все не мусульманский мир падет вслед за этим ну уилдерс уилдерс это тот человек который по по выиграл вот последнее его партия выиграла последнее парламентский выбор в голландии которые состоялись буквально вот во второй половине ноября там скорее всего будет коалиционное правительство скорее всего он станет премьер-министром но что самое главное он пришел и первым что делал он сказал что он сказал о прекращении военной помощи украине а голландия как вы помните являлась до этих выборов по крайней мере одним из самых твердых сторонников украины и выступала за оказание всемирной помощи и предоставляла эту помощь так вот этот представляющий крайне правой силы которые по всей европе сейчас за путина он против украины против оказания помощи более того значит эту речь он произвел аж в 2008 году в 2008 году но с тех пор никакого коллапса ни мусульманской цивилизации европе пока нет нет ее и соединенных штатов америки то есть выстрел был дан давно вопрос почему сейчас с какой стати это вот называется операция стратегическая операция классическая российских спецслужб который история которой занимать десятки лет это называется отвлечение внимания общественности на негодный объект то есть надо забить мозги как можно более широким массам населения любой ерундой пусть думают говорят обсуждают а мы тем временем будем делать то что нам нужно типа в данном конкретном случае пусть хохлы теперь обсуждают ведут дебаты по поводу скорой кончины европейской христианской цивилизации нашествие мусульман а тем временем мы закончим войну с украиной на наших условиях второе и все одновременно сегодня же в украинских средствах массовой информации сообщение паническая россия вышла на производство ежемесячно порядка одного миллиона дронов все из компонентов чуть ли не в каждом городе не в каждом селе деревне собирается эти пресловутые дроны надо полагать из китайских комплектующих но я вспоминаю тут же мне вспомнилось китайские комплектующие политика вернее программа большого скачка когда мао цзэдун приказал в каждой китайской каждом китайском домохозяйстве выплавлять сталь посчитали сколько китайцев сколько каждая семья выплавит и получалось большой скачок через год страна выйдет на первое место в мире по производству стали все это накрылось мир медным тазом безусловно спрашиваю у своих а у меня много чем из разных совершенно стран людей близких товарищей которые занимаются международной торговли оружием во всяком случае вовлечены в это дело причем на очень солидной солидном уровне спрашиваю это возможно категорически все трое призов употребив нецензурные слова на разных языках носителями которых они являются сказали что это просто бред это невозможно такого комплекта количества комплектующих на рынке в мире нет вот во второе то есть с одной стороны забить мозги ненужным ненужными вывести народ на ненужные дебаты с другой стороны поднять панику все враг так вооружен у него уже в пк работает в четыре смены а может и в пять смен сутки я шучу конечно на всякий случай сообщаю вот самое главное враг пока на поле боя продвинуться несмотря на всю свою мощь не может в это время значит очередной акцент на ипсо ну и сюда же к этому же безусловно относится эта история о смерти путина и и прочие извините за выражение хрени на эту тему это все deep fake все тоже я вот вспоминаю в 70-е годы где-то в середине 70-х годов кгб осуществила очень масштабную операцию вот ипсо из этой серии но я напомню вам что на профессиональном сленге называется активное мероприятие смысл заключается в том чтобы заставить объект или отдельных людей или группы или все население что-то делать а что-то не делать соответственно с пожеланиями того кто проводит эту операцию так вот появились среди народа машинопесные толстые фолианты с как потом оказалось это это было не придумки в местных кгбшников 5 этим занималась пятое управление то что ходила на западе уже было известно от сторонников всевозможных теорий там загорова внешних пришельцев кстати несколько я я не говорю что все это фейк так далее все эти истории о контактах с каким-то непонятными объектами я просто констатирую факт что вот взялась ни с того ни сего распространились эти фолианты и зачитывали до дыр их обсуждала естественно в основном обсуждала так называемая интеллигенция и прежде всего та которая тянулась к ответам на волнующие и вопросы вопрос это как можно как жить чтобы не так как у нас в совке и потом по оценкам комитета госбезопасности вот это распространение этих фолиантов ну буквально на 10 на 10 лет задержала коллапс советского союза который уже подгнивал потачивала его прежде всего вот неверие в существующий режим со стороны в том числе научно-технической гуманитарной интеллигенции то есть гниль началась оттуда люди перестали верить систему а вот это как бы так распространение этих фолиантов по поводу нло отвело как считалось потом где-то лет на десять от мысли о том что пора заканчивать совком потому что он ведет нас в тупик вот такая господа ситуация еще я не смотрю телемарафон как вы наверное догадываетесь украинский телемарафон но я их иногда слышу те темы которые там подымались ну вот тема сегодня как говорят подымалась по поводу того что надо вернуть болельщиков на стадионы украинских болельщиков на стадионы это туда где для того чтобы наверное большое скопление людей в определенный момент чтобы врагу удобно было которому представители 5 колонны сообщат об этом событии чтобы ему было удобно в это время запустить туда ракету второе это то что сейчас обсуждается какой аэропорт нужно опять ввести в строй сделать международным в ближайшее время тоже какая-то идея бредовая но вот из той же серии я бы мог бы предложить а почему не провести международный конкурс бальных танцев я помню вот участвовал в киеве в республиканском конкурсе в свое время очень интересно прекрасно танцуют люди на международной арене украинских танцоры специалисты бальных танцев но почему бы еще больными танцами не заняться это бред знаете то есть говорят о чем угодно за ним подбивают мозги чем угодно лишь бы отвлечь внимание народа а в это время пятая колонна вместе с путиным делают свое грязное дело и вот сегодня я и хотел поговорить что включает и результаты моего недолгого расследования вернее как расследование длится давно постоянно а сейчас вот появилась просто так сказать поддержка из-за рубежа речь идет о том помните наверное 11 ноября нашумевшая статья одновременно в вашингтон пост и шпигель по поводу того что это сделали украинцы непосредственно команда был якобы полковник червинский а всем руководил якобы главком заложный я разбирал это дело уже буквально сразу после выхода этих статей показал что это все ерунда показал что это ипсо пятой колонны это вот реально вбивание клин клинок бивание между гражданской и военной властью с целью снять генерала заложного это вот последнее что нужно еще помимо ипсо нужно кремлю и что выполняет пятая колонна для того чтобы уничтожить вот реально убить украину я повторяю сейчас вопрос мы все ожидаем решение конгресса это ставка администрации на то что она деньги будут получены и учитывая все через что прошло администрация прошла администрация учитывали что она сделала этот вопрос главным может быть центральным вопросом президентской кампании от которой зависит избрание или не избирание байдена или другого кандидата о демократической партии я повторяю трамп по прессам честного мнения по-прежнему проигрывает любому представителю демократической партии кроме байдена то есть любого выставе трамп будет повержен того значит в этих условиях что нужно сделать нужно поставить во главе в ссу представителя ставленника пятой колонны вот и все и плюс тогда еще массовое ипсо и страну можно брать голыми руками собственно говорят это это был первоначальный вариант путина который провалился весной двадцать четвертого года ну так вот значит тогда я однозначно сказал что это это результат это ипсо которое непосредственно проводил как я считаю руководитель пятой колонны в украине известный в узких кругах под оперативным псевдонимом козырь и вот сейчас сейчас казалось что у нас есть сторонники за рубежом есть во франции такая платформа интернет платформа которая называется медиапарт она объединяет целую группу журналистов расследователей аналитиков которые ведут расследование публикует аналитику по разным вопросам и среди них есть такой аналитик писатель по имени серж метэ и вот он 30 ноября на своей странице в этой медиапарт опубликовал статью с аналитическим разбором я он разобрал вот эту статью ваше донпост и шпигель на молекулы и вывод его был что взрыв северного потока 2 был осуществлен россией а компания против украины которая оказалась в вашингтон пост и шпигель якобы проводили расследование так вот эта компания против украины была инспирирована фактически и он назвал конкретную фамилию ермак и вот я бы хотел познакомить с цитатами из этой статьи чтобы полностью не зачитывать статья довольно пространная я попросил доброго так сказать друга украины которая часто появляется на украинском в информ пространстве это юрий рашкин который обладает дикции левитана чтобы он сделал а у аудио файл то есть аудио запись записал своим голосом перевод этой статьи я помещу здесь ссылку и на оригинал этой статье в медиапарт на французском кто читает пожалуйста а кто хочет послушать прошу на страницу юрия рашкина я здесь зачитаю лишь тезисы которыми оперирует который позволяет прийти все же это к его выводам и так как вы помните подрыв был осуществлен 26 сентября 22 года с тех пор три страны занимались официальным расследованием на настоящий момент две из них швеция и дания считает что это сделала россия одна страна германия склоняется склоняется к тому что это возможно сделала украина но главное там вот во всем этом расследовании это шведский прокурор который обещал концу этого года опубликовать результаты своего расследования твердых фактов доказательств нет совершенно поэтому то что он опубликует это будет так сказать вывод построенный на косвенных уликах и в великобритании принята такая форма называется инквест кстати по делу литвиненко было такое дело проведен именно инквест это тогда когда невозможно стопроцентной вероятности установить истину поскольку объект один погиб другой там данном случае с подрывом подозреваемые в недосягаемости следователи не могут быть подвергнуты опросам поэтому будет вот анализ так сказать вывод прокурора на основании анализа косвенных улик и доказательств ну и еще вот как пишет аналитик французский трудно будет так сказать напрямую обвинить россию потому что будет много крика вопли шума гамма ну и посмотрим в общем короче говоря посмотрим ждем что он скажет а пока посмотрим что есть вот все это я собрал последние так сказать данные которые существуют и вот чем они заключаются как только невскоре после того как состоялся этот подрыв 26 сентября появилась информация прямо указывающая на россию есть в балтийском флоте россии он не просто балтийский он еще находится на базе балтийск в калининградской области так вот есть такое спасательное судно которое называется ss 750 это судно предназначено для проведения глубоководных спасательных работ именно для этого на ее борту находится мини подводная лодка ас-26 класса приз которая может спускаться на глубину 100 метров и больше а труба проходила на глубине где-то около 90 метров у нее есть захваты специальные то есть как раз вот та удобная подводная лодка то-то по удобный аппарат который мог бы и заложить этот груз далее в это же время хотя сердце об этом не пишет но я напомню состоялись как то так они шли чуть ли не с перехлёстом один за другим одновременного и военно-морские учения и нато и россии так вот примерно по данным датчан они получили военно-морские силы до дании получили информацию о том что этот это судно вот ss 750 внезапно вышло это своей базы и пошло к острову бернхолм это там где произошел взрыв неподалеку это был очень не показался подозрительным датчанам этот маршрут никогда этот корабль туда это судно туда не плавала поэтому датчане послали свой военный корабль наблюдения который подошел достаточно близко к российскому судну 22 сентября то есть за четыре дня до взрыва и сфотографировала сфотографировала сейчас как говорят есть распоряжение датчан несколько десятков то есть между 20 и 30 снимков вот этого значит российского судна в сопровождении пяти кораблей в мф россии которые его туда сопроводили сопровождение поддержки охраны там и так далее потом это было примерно в марте в марте уже следующего года датский аналитик оливер александр опубликовал он вообще занимается аналитикой это осинт называется то есть аналитик основаны на открытых источниках используя данные сайта marine traffic он восстановил продвижение вот этих пяти российских военных кораблей сопровождающие сс 750 к месту диверсии то есть вот уже два источника ну и помимо прочего да он же установил что датские вмс были заранее предупреждены а вот этом рейде сс 750 и патрульное судно которое поплыло к нему навстречу и которая видимо и сделаете снимки она называлась r-524 нимфен вот здесь данные когда в какое время это патрульное судно патрульный корабль подошел к приблизился к российскому кораблю более того установлено что предупреждены были также шведские власти и был поднят патрульный самолет военно морских сил швеции которые значит залетел накануне примерно в то же время когда датчане вот узнали и направили свой патрульный камер катер примерно в это же время шведы направили туда свой патрульный самолет и это случилось 22 до 22 сентября он залетел с авиабазы мальма и сделал круг по очень необычному по такому маршруту никогда не летал над балтийским морем в том числе в поблизости от этого острова где потом раздался взрыв таким образом пишет французский аналитик датские и шведские следователи уже давно установили связь между присутствием сс 750 у острова борнхольн 22 сентября и взрывами 26 сентября того же года и как он деликатно пишет существует мягко говоря серьезное предположение о виновности россии хотя он повторяет повторяет это не факт то есть да там был корабль но установить связь его присутствием с этим взрывом практически не представляется возможности таким образом это косвенная улика косвенные данные но это они давно не имеют веса доказательства в суде полноценного доказательства ну и вот прокурор мац лонквист еще в апреле прошлого года сказал что он подозревает что делу причастно какое-то иностранное государство так его не назвал но теперь ждем то есть вряд ли он сделает абсолютный вывод стопроцентный папа по тем причинам которые я вам объяснил но значит что-то он расскажет и тут появляется так называемая украинская инициатива или украинский операция под украинским фальшивым флагом если помните эту историю значит описывал я и собственно говоря разбирал для вас вашингтон пост и но ноги растут еще раньше предыдущие месяцы вообще вот если взять вашингтон пост я обращал на это ваше внимание тогда когда они описывают какие идут источники их всем можно выбросить абсолютно потому что там какие-то чиновники осведомленные о тайных американские европейские чиновники якобы осведомленные о тайных операциях вот такого вот такого качества класса по подрыву этого самого международного газопровода диверсантам из украины то есть сколько человек должен был знать о таких операциях да их можно было пересчитать по идее на на пальцах одной максимум двух рук и которые которыми командовал якобы червинский под эгидой под общим руководством залужного а тут у них источники какие-то чиновники чуть ли не пол европы там чиновников все узнали все слышали вся разведки хотя хотя из официальных заявлений следует что нет ни одной даже вот есть фотографии российского корабля но нет привязки что именно они взорвали то есть это вот самое близкое к чему пришли расследователи более близких связи нет и то же и и одновременно осведомленные какие-то американские мифические европейские чиновники знают что это сделал украина и и непосредственно червинский так вот значит все их можно убрать все эти также источники но первый источник который идет ваш дом пост это официальные лица украины а в конце голландская разведка вот это уже можно рассмотреть и французский аналитик серж метэ их рассматривают эти два вопроса и так голландская военная разведка в якобы в июне 22 года то есть еще до того до взрыва узнала из украинских источников считавшихся надежными я повторяю там решила а официальных источников не вася пупкин с улицы официальные лица официально это высокопоставленные лица государства так вот значит от этих лиц голландская разведка узнала что украинская армия но я вам буквально цитирую сержем это под руководством главнокомандующего залужного собирается провести операции по подрыву газопровода в нордстрим и для этого будет использована команда из шести водолазов вам ничто это не напоминает официальные лица украинские высокопоставленные узнают о тайной операции которые планируют украинские спецслужбы якобы повторяя якобы но если вот возьмем это за факт что якобы планировали так вот кто мог узнать такой операции вас вам это не напоминает историю с вагдергейтом когда тоже маленькая группа официальных лиц из гражданской администрации из опы господина козыря узнали о операции по вагнеру результате чего она провалилась тут тоже самое вот сколько человек могли знать о подготовке такой операции по нордстриму если бы она действительно имела место но наверное не больше чем количество тех людей которые знали про вагнер гейт то есть тут уж у нас просто суживается количество подозреваемых среди тех кем могли быть эти официальные лица мы продолжаем дальше голландцы как утверждается передали эту информацию немецким спецслужбам и цру доложила своему правительству правительство якобы вышла на президента зеленского ну и пыталась отговорить реакция президента зеленского тогда на эти отговоры мы не знаем но официально его позицию что он понятия не имеет о чем идет речь кстати тот же самый заложный сказал что никогда ему никакие представители цру не предупреждали об этой операции вообще разговора никакого не было и вообще это все бред то же самое сказал и полковник червинский затея если вы помните весной а именно в апреле 23 апреля до уже этого года произошел и произошла утечка главным образом документов пентагона один одним из молодых военнослужащих в мс где он работал в сша где он работал айтишником помните эту историю тайшера его по моему фамилия который несколько десятков если не сотен документов выбросил на одном из американских форумов так вот там были документы пентагоны секретные которым говорилось о том что о том что голландцы якобы предупреждали но опять таки то есть это не американские данные это все та же голландская разведка якобы о которой ну вот вспомните я сейчас обращаюсь к каждому слушателю который вот сейчас находится будет смотрит и слушает это видео вы когда им слышали в своей жизни нечто про голландскую разведку и я признаться не слышал я знал ее существование потому что страна нато что она в принципе имеет место быть но каким-то образом как она могла об этом узнать от официальных лиц украины это другой вопрос то есть вряд ли у них есть технические возможности для того что чтобы это сделать но хотя да пойдем дальше пойдем дальше дойдем до этого когда мы будем говорить о лоббистах господа так вот 7 марта 23 года немецкий телеканал rd газета design объявили что вот эта диверсия против газопровода была организована группой из шести спецназовцев украины там была яхта вы помните эту историю яхта якобы она приписана компании в польше которая якобы принадлежала двум украинцам потом туда приехал еще команды шести человек и вот они 6 сентября отправились они плавали там где-то две-три недели и вот история значит пошла пошел разговор на когда она вернулась ее плохо почистили эти диверсанты то есть не обучили такие классные диверсанты на такой глубине производят такие диверсии а вот почистить никак никак не получалось хотя есть средства которые позволяют химические которые позволяют это сделать ну вот там было обнаружены след взрывчатого наличия присутствия на борту к яхты взрывчатых веществ и вот здесь серж метен не знал наверное да или пропустил дело в том что вот эта группа из шести якобы украинцев украинских диверсантов вот она приехала польшу или 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 сразу в германию она приехала по паспортам которые бланки которых чистая незаполненная были захвачены российскими войсками во в после вот этого вторжения 24 февраля они были обнаружены ними и захвачены в на донбассе но в захваченных территориях свежих так сказать захваченных территориях ну вот вам и происхождение этих паспортов и это уже прямое указание на то что это было скорее всего российская операция об этом говоря в частности паспорта но и другое то что то есть казалось бы такие классные специалисты и вдруг не обработали ничем эту яхту затем айпе адреса оставили именно украинские хотя сейчас любому грамотному человеку который умеет работать с интернетом известно о существовании vpn ну и прочие коммуникации опять-таки через интернет которое легко перевести на любую другую страну но значит после того как а рд это объявила выступил министр обороны германии писториус и сказал что вероятно что это была операция то есть по подрыву нефтепровода газопровода это была операция под фальшивым флагом имеющая целью обвинить украину и дальше аналитик серж метэ делает свои выводы это действительно очевидный вывод если оставить стороне чисто технические аспекты целесообразности диверсии на нордстрим силами группы шести человек на борту яхты что это дело явно с украинской подоплекой и она вшита белыми нитками так вот дальше ход мысли господина господина мэте очень прост и убедителен что мы знаем реально вот на настоящий момент исходя из тех публикаций которые были сделаны именно украинский источник в июне 22 года а я напомню просто источник это официальный представитель украины предупредил голландскую военную разведку о подготовке диверсии на северном потоке затем другое другое официальное лицо украины предоставила газетам вашингтон пост и шпигель новые данные там больше деталей было в одном другом случае это источник официальное лицо из из влады теперь значит следующее умозаключение которое делает аналитик этот источник очевидно не является другом главнокомандующего заложного поскольку и в стране и на странице в вашингтон пост и затем позднейший еще один источник дам он является одним из объектов то есть глава 1 ну первая цель конечно этой 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 ипсо это удар по украине второе удар по заложному 3 это удар по червенскому и понятно что этот источник не является другом главнокомандующего украинской армии я скажу не только другом украинцы главнокомандующего заложного но он не является другом и червинского тоже его напрямую подставил его никоим образом не является другом украины поскольку понятно что главные жертвы этой ПСО является, должна стать Украина. Поэтому, значит, поскольку не является другом, и поскольку круг этих официальных лиц, которые теоретически могли бы знать о такой теоретической операции, очень мал, то, как заключает аналитик, можно с уверенностью сказать, что этот источник, который голландцам и Вашингтон-Пост сообщил эту информацию, или слил эту информацию, скажем так, можно с уверенностью сказать, что он также является агентом российских спецслужб. Дальше. Следующий раздел анализа – это администрация президента Украины стоит за разоблачением в Шпигель и в Вашингтон-Пост. По заключению аналитика, и в Вашингтон-Пост, и в Шпигель были использованы в операции по дезинформации, хотя, конечно, признаться в этом они не могут. Однако, их статьи дают нам ключ к пониманию, а кто же источник, кто слил эту дезинформацию этим, значит, и голландской разведке, и этим двум источникам. Ну, вот смотрите. Червенский находится в тюрьме, и, как подозревает аналитик, по политическим мотивам. Он публично и заявлял, что подозревает Андрея Ермака, одного из ближайших советников Зеленского, в шпионаже в пользу России. Он также обвинил администрацию Зеленского в том, что страна не была должным образом подготовлена к российскому вторжению. Мы также знаем, что Червенский обвинил Ермака и нескольких других советников Зеленского в срыве операции по отлову боевиков Вагнера в 20-м году. Операция, по его словам, Червенского провалилась в интервью, вот он сказал, в интервью 21-го года, из-за утечки информации из окружения Зеленского. Далее аналитик пишет, «Все это позволяет предположить, что разоблачение роли Червенского, о его якобы причастности к диверсии на Северном потоке, оно не связано с текущей деятельностью сейчас. Но мы теперь имеем основание полагать, что то лицо, которое слило информацию о якобы украинской диверсии, не может хорошо относиться к Червенскому, то есть имеет все основания для того, чтобы считать его своим врагом». Далее. Глава администрации президента Ермак в настоящее время ведет ожесточенную борьбу с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным. И в этой схватке уже есть несколько жертв. Так вот, за Червенским стоит именно Залужный. «Очевидно, что для Ермака, которого Червенский считает ключевым игроком в российской агентуре в Украине, все ставки сделаны». Ну, тут дальше говорится о том, что Червенский сказал, что все спекуляции о его причастности к атаке на Северный поток распространяются необоснованной российской пропагандой. А дальше аналитик пишет. «Мало сомнений в том, что эта российская пропаганда имеет активную связь в администрации президента Украины. Скорее всего, именно она стала источником информации, полученной от голландской военной разведки в июне 1922 года и разоблачений в Шпигель и Вашингтон-Пост в ноябре 1923 года». Завершает свой анализ Серж Мете, который является частью крупного сообщества журналистов и расследователей Франции. Причем это сообщество настолько, скажем, имеет чистую репутацию, что они не берут деньги ни с кого. У них нет спонсоров. Они живут только на то, что они получают от своих подписчиков. И их деятельность, и правдивость, и профессионализм их материалов получали самые высокие оценки от весьма уважаемых источников. То есть, назвать это дезинформацией опять ФСБ, как это любят делать люди из ОПИ Андрея Ермака, вряд ли это получится. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить эту часть видео, поскольку, видите, материал объемный, его надо в деталях комментировать, чтобы было понятно всем, потому что это сейчас главное направление психологической диверсионных операций Кремля против Украины, которые сейчас более важны, чем операции на линии фронта. Поэтому я с вами надолго не прощаюсь. До скорой встречи. Я продолжу анализ этих же материалов. Субтитры создавал DimaTorzok